Детально поговорим о ситуации на фронте. Авиация Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 33 удара. Под поражением оказалось 26 районов, где россияне сосредоточили вооружение и военную технику, а также 7 позиций зенитных ракетных комплексов. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. И согласно сводке, противник пытается удержать временно захваченные территории, ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Армия России продолжает наносить удары по критической инфраструктуре Украины и по домам мирных жителей, нарушая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Также за прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных и 47 авиационных ударов, совершив более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вражеским ударам подверглись районы более 25 населенных пунктов, среди них Краматорск, Никольская Запорожская области и Павловка Донецкой области. Сохраняется угроза нанесения новых ударов и применения ударных беспилотных летательных аппаратов, в том числе и с территории Республики Беларусь. Противник обстреливает из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии населенные пункты на Купенском, Льманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Кроме того, как отмечают в Генштабе, россияне продолжают принудительную так называемую эвакуацию мирных жителей из населенных пунктов на временно захваченных территориях Херсонской области. В частности, из Большой Лепетихи оккупанты вывозят людей автобусами, выезд частным транспортом запрещен. И также известно, что оккупанты вывозят архивные документы из административных зданий Херсона. Субтитры создавал DimaTorzok